Азат, ты чем занимаешься? Бля, ты чё, не в курсе? У нас импортозамещение же, блядь, у нас всё, пиздец. Откручивайся как можем. Нет, здесь правильно сказать. Натягиваем как можем. Импортозамещение наконец-то пришло в Россию. Если в 14-м году, когда клюнул петушок слегка, вроде как занялись этим вопросом, но стали просто на импортные детальки клеить российские наклейки с названиями, как некоторые производители, ну, как большинство российских. Допустим, тот же самый стартвольт Китай. Звучит как российский стартвольт, а на самом деле Китай. Вот мы пришли к настоящему импортозамещению. И это ролик не юмористический, а скорее лирический. Смотрите, Megane 2. Вот после всех этих событий, когда России показали, что она ничего не может сама делать, мы столкнулись с такой проблемой, что, ну, вернее, не мы, владелец Megane, он купил бампер, разбил его, купил ещё за хорошие цены, а разбил его и теперь хотел купить, а там уже он стоит под полтос. Приехал, говорит, ребята, пожалуйста, пожалуйста, хоть что-нибудь сделайте. У меня нет полтоса, мне надо ехать. Ну, а что мы ему сделаем? Конечно же, импортозамещение. И вот, вуаля, Калина Ган. Ган – это пистолет, наверное. Калина Ган 2. Для тех, кто ещё не понял, что это за чертовщина. Верх бампер от Megane. Ну, верх он не разбил, разумеется. Этот низ – это бампер от Калины. Туманки, как ни странно, от Megane остались живые, мы их втыкнули в бампер от Калины. Ну, тоже, конечно, со скрипом они вошли, но втыкнулись. Ну, и Megane, конечно же, шире, чем Калина, поэтому бампер от Калины, он вот здесь вот заканчивается. Он так красиво заканчивается, прям угол бампера от Калины сходится с углом фары. И здесь мы накрыли... Ой, ну не мы, конечно, кудрявые, это Кудрявзер Стайлз. Фендеры, они стоят, ну, наверное, 2 рубля комплект у нас, тем более в нашем городе их нету. Поэтому просто подкрылок от какого-то ваза он взял, отрезал красиво. Ну, кстати, смотрится это вообще ништяк. Я думал, будет совсем пипец. Вот так вот, типа, блин, какой-то тюнинг. Так, здесь мы даже ничего не стали делать. Хотим потом поставить сетку, чтобы было, типа, как воздухозаборник на спортивных тачках. Дальше, дальше, куда мы идем. Смотрите, здесь все тоже по фуншую, так же смотрится. Ну, так как проект все-таки бюджетный, здесь все на саморезах, тоже смотрится как почти спортивно. Красил кудрявый, это тоже бюджет, ну, ничего страшного. Вот, остатки старого бампера прикручены на саморезы. С 10 шагов не заметишь. Туманочки, они даже работают. Здесь офигеть решеточка. Решетку покрасил он тоже, кстати. И там вот снизу вот эта вот сделана защитка, чтобы бампер от Калины вот здесь кончается, а здесь получается дырка к радиатору. Чтобы в радиатор снег не летел, сделали защитку из бампера от Веста, из куска бампера от Веста, потому что, ну, щиток, наверное, стоит тысяч пять опять. Это пластиковая, блин, фигня от Мегана. Все, все максимально из вторсырья. Бампер Калины БУ. Это вот фендеры, блин, новые получились. Это запчасть тоже вторсырье, остатки от бампера от Мегана. И вот такая тачка получилась. Сейчас я ее выгоню на улице, посмотрите. И повторюсь, это не прикол, чувак сейчас поедет на работу. На такой тачке. Ну и все вроде как по феншую, потому что бампер целый, бампер есть, техосмотр пройдет. И, разумеется, разумеется, краска здесь, ну, не Мегановская, потому что, ну, она стоит, сами понимаете, сколько. Подбор там рублей пятьсот, и краска еще будет рубль-полтора-два рубля, только на краску вы потратили на базу. Здесь обычный ВАЗовский рислинг. Импортозамещение, так импортозамещение. Меняем все нафиг, даже краску. На отечественную. Так, на улице это выглядит вот так. Сейчас выгоди вы. Помесь Рено Калеоса, ну, в стиле дизайна. И Мегана. Бля, даже как, слушай, на Ауди РС6. Похоже, да? Вот эти. Кольца вон от туманок, нормально все. Блин. Ага, ладно, издевайтесь. В смысле издевайтесь? Клазик и бампер поставлю, блядь, металлический. Выглядит... Ну... Выглядит вообще на кармане. Больше, чем ожидалось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...